Десятки инновационных проектов, смелые идеи и амбициозные цели. В Самарской области прошла торжественная церемония открытия 11-го молодежного форума Приволжского федерального округа Иволга. В этом году на поляну Мострюковских озер приехали около двух тысяч юношей и девушек со всей России. В течение нескольких дней участники будут работать в восьми тематических сменах и по трем специальным направлениям. В этом году организаторы сделали упор на науку и технологии, наставничество и военно-патриотическое воспитание молодежи. Гости из разных регионов страны, заселившиеся в палаточный городок одними из первых, рассказали нашей съемочной группе о своих проектах. Ребята мечтают масштабировать авторские разработки и сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Это турнир по настольной игре «Тренажер по Великой Отечественной войне», создан для школьников города Пензы. Наш проект посвящен разработке форума, популяризующего техническое образование среди обучающихся 9-11 классов, проводимый в первую неделю ноября. Благодаря данному форуму мы сможем повысить число абитуриентов технических направленностей, в частности инженерных специальностей. Цель проекта – это вовлечение жителей Кироской области в занятия добровольческой деятельностью, причем в интересных форматах. Мы проводим ежегодно ярмарку добрых дел «Волонтерский пикник», где собираем все ведущие добровольческие организации нашего города и области, а также негомерческие организации и все, кто помогают людям. Традиционно на Иволге работает инклюзивный городок. Руководитель спецнаправления Наталья Родина рассказала, что ее подопечные участвуют в защите проектов вместе с представителями региональных делегаций. Мы всегда боролись за включение, за такую коллаборацию, чтобы ребята между собой. И теперь наши ребята, конечно, в проектную деятельность вовлечены гораздо больше, поскольку они и в обсуждении участвуют, и в своих проектов, и помогают защищать те проекты, которые привезли с регионов. Конечно, это очень-очень интересный, я считаю, ценный опыт. Организаторами молодежного образовательного форума выступают аппарат полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи. Это одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. В день открытия с главной сцены форума к участникам с приветственным словом обратились почетные гости. Я очень рад вас всех видеть. Я очень горд тем, что форум проходит здесь, на Самарской земле, по поручению нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина. И, конечно же, мы искренне благодарны полномочному представителю президента страны, Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевичу Комарову. Без его участия, без его сопровождения нашего форума он бы просто не был возможен. И я прошу взять слово Олега Александровича Машковцева, заместителя полномочного представителя президента Приволжскому федеральному округу. Вам представляется уникальная возможность за эти восемь дней подружиться, за эти восемь дней стать единой командой, за эти восемь дней изменить себя, ну и после этого изменить к лучшему свои регионы, свой округ, свою страну. Форум продлится до 29 июля. Уже на этой неделе станут известны имена авторов проектов, которые получат гранты на реализацию своих идей. А пока гости продолжают работу в тематических сменах, участвуют в лекториях, мастер-классах и общаются с авторитетными спикерами. Иволга набирает обороты. Анатолий Головко, Константин Головин. События.